Добрый день! Вы слушаете радио «Алмазный край» Микрофон Григорий Евтодий В эфире рубрика студия 102.4 FM Это значит, что вы можете не только услышать эту беседу, но и увидеть уже на телеканале «Алмазный край» 77 тысяч рублей. Примерно столько стоит билет из Пекина в Якутск, включая обратную дорогу Однако такие суммы не помеха для бизнес-туристов, которые ежегодно отправляются в столицу нашей республики с тем, чтобы посетить ежегодную бриллиантовую неделю О том, чем будет удивлять «Алмазодобывающая» и «Обрабатывающая» промышленность в этом году, мы поговорим с гостем студии, заместителем главы Миринского района Джустаном Николаевым Добрый день, Джустан Агитович! Добрый день! Рад видеть вас в нашей студии Ну и традиционно в Якутии добывают алмазы, гранят алмазы Но вот подобные выставки и подобные мероприятия по продаже и даже представлению алмазов обычно проводят за границей Или в Москве, или в крупных городах России Однако бриллиантовая неделя ломает эту тенденцию, меняет ее Можете рассказать, как вообще пришла идея проводить бриллиантовую неделю именно у нас в республике? Добрый день, уважаемые мирницы! Ну, хочу сказать, что впервые этот проект возник по предложению республиканских органов власти В частности, Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха-Якутия И этот проект был поддержан Федеральным агентством по туризму Российской Федерации Вы как раз правильно отметили о том, что проходят различные такие крупные мероприятия в других странах Да, мы все знаем, например, неделю моды, что проходит в Париже И вот этот проект был поддержан активно очень федеральными структурами в связи с тем, что все-таки все знают, что Россия, в частности Якутия, добывает алмазы И решили позиционировать такой вот вид событийного и промышленного туризма, который называется «Бриллиантовой недели Якутии» То есть, принимая участие в этом мероприятии, все туристы, гости, и не только, может быть, это приезжие из разных регионов Российской Федерации, из стран мира Но это, возможно, внутренний туризм, то есть, это наши же сами жители Республики Саха-Якутия получат возможность посетить мероприятие этой «Бриллиантовой недели» Поэтому уже ежегодно Республика проводит вот так называемый промо-тур «Бриллиантовой недели Якутии», который охватывает город Мирный, где алмазы-зывающая промышленность, и сам Якутск Также Хангалахский луз, где в основном сосредоточены наши туристские, вот, республиканские объекты, скажем так, туристская Мекка Якутии Ну, вот вы говорите мероприятия, вот, помимо тех туров, которые будут включены в «Бриллиантовую неделю», какие еще мероприятия ждут посетители «Бриллиантовой недели»? Ну, как обычно, вот, стала традицией в рамках этого мероприятия проводить основное – это аукцион сырья, то есть, аукцион алмазного сырья, который проводит компания «Ларуса» Это главное в этом вот мероприятии, которое приносит, ну, основные доходы Значит, в рамках этого мероприятия также проходит выставка-ярмарка, которая называется «Бриллиантовый внесаж», где реализуются ювелирные изделия Не только те изделия, которые с бриллиантами, но и в целом, все, что в республике, да, драгоценные, полудрагоценные камни, изделия с бриллиантами, вернее, и золотые, и серебрые, но любые, то, что есть у нас в республике, да Вот, а также в рамках этого проходят разные культурные мероприятия Это, возможно, выставки, значит, в выставочных залах и также демонстрация ювелирных изделий, уже показ ювелирных изделий, показ мод именно с использованием ювелирных изделий И тут же идет там же аукцион готовых ювелирных изделий, которые можно уже приобрести Самая главная фишка этого мероприятия в городе Якутске объявляется именно в рамках бриллиантовой недели распродажа То есть объявляются скидки, ну, бывает обычно от 20 до даже до 70% были факты Когда наши ювелирные торговые организации в Якутске призывали, зазывали себе посетителей Поэтому туристы, которые приезжают из регионов, из стран других, они знали, что раз Якутия объявила бриллиантовую неделю Якутии, значит, смело надо собираться, как турист, ехать и закупать, может быть, не только ювелирные изделия, но и сувенирную продукцию То есть такая синяя распродажа в каком-то смысле Да, распродажа и, в частности, именно частные компании, малые предприятия, которые занимаются производством ювелирных изделий, не подстраиваются И непосредственно их торговые сети тоже Ежегодно выступают генеральным спонсором именно бриллиантовой недели, значит, ювелирные или особенно алмазогранильные нашей компании республиканские А вот эти компании, можете назвать их алмазогранильные? Кто это? Ранее, уже который раз постоянным, значит, партнером является ЭПЛ Даймонд в республике Саха То есть, когда это мероприятие проходит, в основном, вот, расходы берут на себя те, которые являются генеральными спонсорами Вот, ну, я, в частности, имею в виду организационные мероприятия В одно время участником, генеральным спонсором была якутская алмазная компания Ну, вы все в курсе, вот, якутия все знают, что эта компания уже сейчас, у них проблемы, поэтому они не участвуют в этом мероприятии Что касается генеральных, а остальные ювелирные компании, обрабатывающие компании, гарнирные заводы Они все, вот, сопричастны в различной степени, это участие в выставках, ярмарках, предоставление скидок И непосредственно в рамках бриллиантовой недели гарнирные заводы открывают свои двери То есть, непосредственно и гости Якутии, но и самые местные жители имеют право посетить гарнирный завод И посмотреть, как все это делается И даже можно временно посидеть на том месте, где работает гарнирщик И попытаться даже погранить алмаз Да, и погранить алмаз Что я, например, лично тоже пробовал На самом деле, очень оригинально И в большей степени популярностью бриллиантовой недели пользуются в основном из стран Тихоокеанского региона В частности, Китай Вот, кстати, очень интересно Я с ними непосредственно был на этих экскурсиях Хотя это и режимные объекты, да Но разрешается допуск И там можно увидеть, как все это происходит А сотрудники вот этих компаний, они не боятся пускать к себе возможно потенциальных конкурентов? Подглядят, потом то же самое у себя устроят? Ну, изначально, конечно, тревоги такие были Но, учитывая то, что уже который год проходит бриллиантовая неделя И в рамках которого можно посетить, мне кажется Ну, уже все поняли плюсы И вот, допускается Конечно, охрана работает Ну, алмазы, я надеюсь, нельзя расколоть во время вот такого пробной огранки? Ну, это невозможно, конечно Все это контролируется, поэтому Хорошо Вот помимо Китая, из каких еще стран приедут гости в Якутск в этом году? Вы знаете, вот надо вообще разделять в этом мероприятии в целом, да, бриллиантовой недели Несколько вот таких нюансов Во-первых, аукцион сырья, который проводит Алроса, да Который объявляет по всему миру Туда допускаются только те, которые прошли официальную регистрацию, да, аккредитацию То есть, компания Алроса же проводит в других странах Это может быть и в Тель-Авиве, Антверпене, да, и в других странах В Москве То, что вот в Якутске проходит, непосредственно так же под руководством компании И уже аккредитованные непосредственно фирмы приезжают Вот, и что касается других мероприятий Это уже по соответствующей рекламе По информированию населения Через туристические фирмы Через крупные авиакомпании Вот приглашаются принять участие различные туристы Которые едут только посмотреть именно это мероприятие Как я уже отметил, закупить, может быть, да, ювелирные изделия Приезжают деловые круги Приезжают просто туристы Приезжают туристические компании И в рамках бриллиантовой недели В частности, вот, компания ФАМТРИП Они уже который год приезжают Сам Якутский мирный посещает При этом они обследуют туристские объекты Особенно их интересуют места размещения Отели, то есть? Да, то есть отели, рестораны Они непосредственно приезжают, смотрят Как мы можем отправлять туристов В каких условиях они могут здесь разместиться Как будут жить, как будут питаться Вот они это смотрят Поэтому непосредственно заинтересованные стороны Это туристические компании Авиационные компании Непосредственно туроператоры Турперевозчики, да? Которые затем по итогам бриллиантовой недели На международных туристических выставках На российских туристических выставках Предлагают туристам проекты Как бриллиантовой недели Якутии В Якутии же проектов много Именно этот интересует В итоге отчеты, которые потом эти Туристические фирмы готовят Они становятся доступны общественности Или кому-то из Якутии, кто может потом исправить недочеты Да, конечно Прежде всего турфирмы заинтересованы в больших клиентах Организуются специальные чартерные рейсы турфирм Приезжая в Якутию, должны получить достойные качественные услуги Поэтому по приезду Эти компании отправляют Свои предложения, замечания Чтобы они бы предложили Например, если ранее предложена гостиница одна То могут предложить Поменять, например, другой объект Который они уже успели посмотреть А возможно согласятся Но предложат что-нибудь устранить Что-нибудь добавить То есть какой сервис улучшат в какой сфере Они, да, конечно, рекомендации отправляют Они через министерство по предпринимации и туризму Эту работу проводят Совместно с нашими частными компаниями В основном Это гостиницы, рестораны, кафе То есть здесь как раз сами предприниматели заинтересованы В такой обратной связи Что они могут исправить свои какие-то недочеты И привлечь к себе клиента Вообще, значит, республики социально значимым видом деятельности Является все-таки туристская отрасль Программа есть поддержки туристского Вернее, объектов туристского гостеприимства Имеется в виду Это непосредственно и развитие гостиниц Пунктов общественного питания И туристских самих объектов для экскурсий Это, безусловно, очень важная тема Но давайте вернемся пока к бриллиантовой неделе И одно из вот этих мероприятий Как раз вот это специализированный тур В город Мирный Что в этом году смогут увидеть гости столицы Ламазного края В рамках этого тура В этом году бриллиант в неделю будет проходить С 7 сентября Вернее, с 6 сентября по 11 сентября И часть туристов, которые ежегодно приезжают Изъявляют желание попосетить город Мирный В общем, Мирныйский район Для того, чтобы посмотреть Как все это происходит И как живет город, где добываются алмазы И в этом году предлагается, как и обычно Эскурсионный маршрут по разработанному турмаршруту Который называется «Алмазный путь» Это имеет в виду посещение наших достопримечательностей И посещение объектов «Алмаз-2 промышленности» Ну, например, одобрены совместно с компанией посещение Именно смотровой площадки «Карьеры Мир» Как это самый один, наверное, ключевых объект Этого маршрута Затем экскурсия тоже с площадки Осмотр прииски и релях Мирнинского ГОКа У нас существуют, конечно, трудности Тоже с одним из объектов Который мы все знаем Центр сортировки алмазов В связи с тем, что это режимный объект И допуск туристов массово не разрешен Поэтому предлагается рассмотреть другие варианты Учитывая то, что, как мы уже сказали В городе Якутске открываются сами гранитные заводы В частности, можно посетить завод «Эпил Даймонд» Посмотреть сокурочницу Якутии Где сосредоточены все богатства, которые добываются на территории Якутии Поэтому предлагается такой вариант Заменить центр сортировки алмазов Именно посещение этих объектов в самом Якутске Так как эти туристы Гости, которые прибывают к нам Едут только с однодневным визитом В город Мирный Утром прилетает и вечером уже улетает Поэтому мы бы, конечно, уже озвученные объекты охватили И, конечно, экскурсия по городу Это наши достопримечательности Это мемориальный комплекс Сверюзское кольцо Наши площади Ленина Площадь имени 30-летия Победы Монумент, который посвящен у нас первооткрывателям Первооткрывателям-автомобилистам Мы все эти объекты знаем Это все тоже интересует Достаточно ли этого? Ну, я думаю, как экскурсия достаточно Но раз не получается на постоянной основе Организовать посвящение этого объекта Ну, надо находить другие варианты Вот поэтому это организуется Ну, и туристов при посвящении площади Победы Всегда интересуют Бюст Сталину Когда приезжают к нам туристы В основном это были китайцы, японцы Они спрашивают карьер Центр сортировки алмазов и Бюст Сталина Ну, да, это у нас все-таки эпатажный такой памятник Давайте тогда вернемся к туризму И развитию туризма в республике Вот сейчас мы говорим о деловом туризме на самом деле Потому что люди, которые приезжают в Якутск на бриллиант в неделю Они, в принципе, рассчитывают, что у них их расходы окупятся То есть они, конечно, и посмотрят объекты Но, наверное, главная их все-таки цель – это такой деловой туризм Деловой туризм – это знакомление с промышленностью, с коллегами С теми, кто изготавливает это алмазное сырье Плюс участие, конечно же, в алмазной бирже Но 70 тысяч рублей, 77 тысяч рублей Вот ту сумму, которую я сейчас назвал Это вот, она хоть и приблизительная Но это стоимость билета из Пекина до Якутска Пекин сейчас является, ну, как столицей государства Который у нас является одним из лидеров По количеству туристов, приезжающих к нам в родину К нам в Россию Они действительно для нас очень важны А вот 77 тысяч рублей Они могут действительно все-таки отогнать от нас туристов И что сейчас делается для того, чтобы привлечь того самого массового туриста Человека, который просто хочет отдохнуть, посмотреть интересное место И ему может быть не особенно интересна алмазная биржа И не особенно ему интересен деловой отдых Да, хороший вопрос Вот мы говорим именно бриллиант в неделе Как сфера событийного туризма Связанная с деловыми кругами Да, в Якутии же существуют и другие проекты Некоторых туристов интересуют В частности, и не только европейцев Но и активно в последнее время Также Китай участвует Другие мероприятия, так называемые Например, зима начинается в Якутии Каждый год стартует, например, 1 декабря То есть, это тоже проект, который поддержан Федеральным агентством по туризму Мы посредством массовой информации все знаем Что именно 1 декабря в городе Якутске Слетаются все Деды Морозы, которых мы знаем К самому хозяину, повелителю холода, Чесхану Это Дед Мороз из Великого Стюга приезжает Дед Мороз Санта-Клаус Дед Мороз других регионов Российской Федерации Например, уже который раз Крыш-Бабай участвует из Татарстана И приезжая, они непосредственно Это социальный такой проект, хотя и туристический Оказывают, скажем так, посещают те учреждения социальные Где в основном дети, болеющие дети, страдающие болезнями Оказывают, скажем так, благотворительную помощь В рамках этого мероприятия, в общем, большой праздник организуется и на центральной площади в городе Якутске Ну, то есть, к этому мероприятию многие туристы тоже специально приезжают посмотреть Не только это мероприятие, главное посетить, познать на себе холод Ну да, здесь такое И в рамках этого мероприятия, значит, ежегодно проходит конкурс Сторганина, например, да То есть на площади, центральной площади в городе Якутске Можно любому принять участие И это зрелищное мероприятие, вот туристов это очень интересует Они приезжают И именно объявляется на федеральном ордене о том, что получая символ, ну, в виде хрустального шара Вот с рук повелителя холода Чесхана, наш Дед Мороз из Великого Стюга Объявляет о том, что в России теперь зима начинается Он начался с Якутска, с 1 декабря И он разъезжается уже по регионам Российской Федерации Где также проходят социальные вот эти все акции Вот это отличное мероприятие, но на ваш взгляд? Какие именно сферы все-таки туризма у нас стоит развивать? Потому что вот это тоже, я так понимаю, это мероприятие, оно рассчитано и на внутренний туризм, и на внешний Да Но все-таки у нас есть еще туризм экстремальный, у нас есть и синий туризм Но на ваш взгляд, какой именно из видов туризма в республике сейчас наиболее перспективен? Ну, насчет перспективы, конечно, особо я не скажу Но республика уже определила по развитию внутреннего туризма В первую очередь все-таки это событийный туризм Вот я и не договорил, в частности, если мы сказали о бриллиантовой неделе Значит, о массовом мероприятии, как зима начинается в Якутии И еще у нас есть мероприятие, которое мы все знаем, называется Эсех И недавно, вот, ну, несколько лет прошло, как национальный праздник Эсех Туймада Он стал одним из лучших массовых праздников, организованных именно в городе Якутске Которые посещают очень-очень много туристов И, хотя это и событийно, но это вид этнографического туризма То есть люди приезжают, ознакомливаются с культурой Якутии Посещают наши известные туробъекты, как Ленские столбы, Сиинские столбы Непосредственно не только музеи посещают, да, но и, ну, все достопримечательства Якутска, которые есть И частные туркомпании подстраиваются по всем этим объявленным республикой событийным видам туризма И приезжая на эти мероприятия, могут также, ну, скажем так, заняться экстремальным туризмом, да Есть туристы, которые... Кого провозить и испытать на себе тот самый холод? Да, вот, что касается зимы, я уже сказал, летом, значит, у нас очень много компаний, которые организуют сплавы Значит, на комфортабельных теплоходах до Ленских столбов Есть у нас теплоходы, которые ездят до порта Тикси, до поселка Тикси К морю Лаптевых и обратно возвращаются И они ежегодно пользуются популярностью Затем частные компании организуют выезды на Синские столбы Очень много таких известных объектов, вот, в Хангаласском Лусе Не только Ленские и Синские столбы, но и, значит, водопад, Курюлюр Есть Булуса, который мы знаем, это ледник, который все лето не тает лед Значит, зимой не замерзает ключ И вот именно в этом месте Тоже популярностью пользуются не только для иностранных, ну, для туристов Вернее, популярностью пользуются и нашими местными Насколько я понимаю, они территориально разнесены друг от друга достаточно серьезно Да Что удорожает все-таки стоимость этого путешествия Да, конечно, но объявляя эти мероприятия, конечно же, турфирмам предлагается организовывать для массового туризма Значит, и на федеральном уровне организовывать чарльзанные рейсы Ну, например, республикой работают и Китай, и Япония, и Корея Есть и туристы, которые интересуются к нам, приезжают Но есть туристы, которые отсюда, сами наши якутяне, выезжают в эти страны, да Ну, мы о выездном не говорим, больше говорим о выездном Поэтому, я думаю, те же китайцы, которые больше всех приезжают, участвуют в наших турпроектах Бриллианту недели на Якутии, например Они пользуются все-таки чартерными рейсами Возможно, это прямые рейсы, возможно, через Владивосток Разные маршруты обрабатываются Как валютные колебания повлияли на развитие туризма в республике? Все-таки цены на билет, если перерасчитывать на валюту, они подешевели Как раз для тех, кто получает зарплату Ну, вот как раз-то в связи с тем, что для нас курс доллара наш падает Для иностранцев, скажем так, увеличивается доступность приезжать И на уровне министерства, вернее, Федерального агентства по туризму Российской Федерации же отмечено, что увеличивается поток туристов в целом по России То есть, нам это на руку относительно Да По крайней мере, для туристической сферы Да Хорошо, давайте еще вернемся к Бриллиантовой неделе И, наверное, вспомним уже о том, что в прошлом году там была выставка, помимо драгоценностей, там была выставка еще и фарфоровых кукол Будет ли в этом году что-то подобное? Ну, по программе в городе Якутске я вот точно не скажу, но по проекту не предусмотрено это Ну, а так, в рамках Бриллиантовой недели обязательно проходит выставка эксклюзивных ювелирных изделий Которые можно будет, принимая участие, далее организуемом аукционе закупить, приобрести вернее Хорошо Хорошо, ну и уже по завершению выставки По завершению Бриллиантовой недели, потому что это все-таки не экстремальный туризм Это туризм вот такой вот статусный, даже не только диалог, но и статусный Как она будет завершаться? Каким мероприятием? Да Бриллиантовая неделя обычно завершается таким, скажем так, красивым светским мероприятием Это Бриллиантовый бал Ежегодно, значит, на Бриллиантовом балу презентуются и бриллиантовые изделия И, значит, изделия наших моделиров известных в Якутии перед большой публикой, да, скажем И также в рамках этого организуется аукцион ювелирных изделий, вот которые там же и выбрали Поэтому обычно приглашают какого-то известного или, ну, звезду, да, российской эстрады Может быть, это певец, может быть, оперный певец То есть можно будет посмотреть драгоценности Да, в прошлом году А есть сразу же их примерить, купить и отправиться в них на бал Да, можно так Вот поэтому в течение недели вот республиканские организаторы предлагают посещать эти объекты Посмотреть не только выставки, ярмарки, которые организуются, не только музеи, которые открывают свои двери Также обязательно посетить гарнильные заводы, посмотреть Ну и непосредственно, может быть, приобрести себе ювелирные изделия Ну что ж, Джулстан Агитович, большое спасибо, что вы смогли найти время и прийти к нам в студию Нашим слушателям и зрителям, я напомню, что гостем студии был заместитель главы района Джулстан Николаев Ну а у меня на этом все, удачи, слушайте радио «Алмазный край» Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...